добрый день друзья мои меня зовут Юля и сейчас у нас с вами опять подарочная упаковка если вы следите за мировыми трендами если вы частый гость в пантеристе то вы наверное заметили новую тенденцию в упаковке подарков это упаковка в ткань скажем прямо эта идея не нова в Японии есть целое традиционное искусство упаковки которая называется фурошики как и с другими японскими идеями это перейдя в Европу несколько модифицировалось и вместо новороченных декоративных японских узлов европейцы стали использовать различные растения и так как сейчас все большую популярность набирают сухоцветы вместо узлов место узлов у нас занимают сушености это просто удобно и декоративно для такой упаковки можно брать любую легкую мягкую ткань а мы будем использовать остатки старой сатиновой простыни я просто порвала ее на квадраты и убрала лишние нитки ставим наш подарок посередине квадратом по диагонали и завязываем углы сначала по коротким сторонам коробки одним простым одинарным узлом плотно затягивая ткань заправляем концы углов в получившиеся складки это и будет основа для всех наших упаковок можно переходить к декору вариант 1 высушенная веточка эвкалипта оставшиеся от прошлогодних съемок просто кладем ее сверху на узел и завязываем два оставшихся уголка ткани можно оставить эти углы прямо так легкая небрежность как признак натуральности естественности но мне нравится более аккуратный вариант я заправлю углы складочки вот первый подарок готов теперь тоже сухой эвкалипт но его я предварительно покрасила золотой краской из баллончика делаем те же простые движения подправляем веточки заправляем углы складки второй подарок готов вариант 3 сушеный апельсин знаете сушеный апельсин вообще тема посмотрите мое видео про саму сушку и разного рода апельсиновый декор а здесь мы добавим палочку корицы и сухой лист самого апельсина можно сделать этот декор двусторонним добавим балетом еще один апельсиновый лист заправляем выравниваем поправляем листочки третий подарок готов и пожалуй мой самый любимый вариант это сухая кроспедия тоже оставшиеся от каких-то старых съемок и сухие листья ананаса эх любите ли вы ананас так как люблю его я мало того что он вкусный мало того что он полезный так еще и эти листья да вместе с кроспедией не знаю как вам а мне это кажется очень очень живописным и очень фотографическим теперь немного усложним основу кладем коробку параллельно сторонам ткани ближе к первой стороне та которая около нас кладем ткань на коробку и начинаем закладывать теперь две боковые стороны так чтобы получился карман знаете сатин штука замечательная он очень пластичный легко формирует складки легко держит узлы видите никаких трудностей драпировка нет он ложится просто идеально загибаем четвертую сторону в образовавшийся карман основа готова декорируем сначала пойдут зимние букетики посмотрите мои видео о том как их делать это просто делаем упаковку двустороннюю укладывая букеты стебель к стебелю балет теперь перевязываем все это сатиновыми лентами сделанными из той же простыни что и сама упаковка завязываем узел расправляем концы готова теперь добавим апельсин укладываем две дольки или как они называются два кружочка добавляем листок для перевязывания используем теперь сетчатую капронную ленту она прозрачная плотная очень хорошо держит любые предметы так что нам даже не надо их приклеивать завязываем ленту двойным тугим узлом расправляем концы подправляем апельсины и лист все и теперь давайте попробуем третий вариант основа примерно такой же как этот с карманом но только карман сделаем посередине коробки верхний кусок ткани заложим в легкие складки и закрепим его булавками а теперь добавим сюда сухую бутоньерку видео о том как ее сделать тоже найдете в описании и опять капроновой ленты свяжем подарок и букет конечно эта упаковка идеальный вариант в том случае когда есть много подарков и очень мало времени но кроме того на мой вкус она чертузки привлекательна и в жизни и на фото в общем друзья мои если у вас есть старая сатиновая простыня ну и напоследок я буду очень рада если эти идеи вам пригодятся ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и живите просто красиво и счастливо увидимся пока